Филагоний И не зря, как ученый муж, глубоко познавший богословское учение, напитавшийся знаниями и створений святых отцов церкви, святитель Филагоний успешно защищал православие от орианского лжеучения. А когда императоры-язычники Максимиан, а за ними Ликиний, вызвели страшные гонения на христиан, святой Филагоний стал поистине светом надежды для паствы своей, тихой гаванью, в которой могли они укрыться от бушевавшего в округе несчастья. Епископ не только утешал гонимых, не только укреплял их в вере, когда многие от страха могли смолодушничать и в трудный час отвернуться от Господа. Он сам лично, подавая посомым пример, публично представленниках императорских, явил себя ярым исповедником веры православной. Этот поступок сподвиг многих христиан не бояться язычников и до конца быть верными Богу, не боясь ни мучений, ни смерти. Так, свершив свой главный пастырский подвиг и убедившись, что с приходом императора Константина Великого наступили светлые времена для всех христиан, святитель Филагоний мирно отошел ко Господу. Впоследствии святитель Иоанн Богослов произнес похвальное слово этому дивному святому. Второе января. День памяти святителя Филагония, епископа Антиохийского. Субтитры создавал DimaTorzok